всем привет меня зовут инесса вы на моем рукодельном канале и сегодня у меня радостное видео очень радостно потому что я завершила большую работу от фирмы золотое руно не буду вас томить сразу покажу это эсмеральда вот такая картина я обязательно покажу вам ее вблизи расскажу поподробнее но сейчас я показываю вот так рядом с собой чтобы вы смогли размер работы оценить вот такая большая работа на мой взгляд большая работа потому что здесь полная зашиб зашивка вышивается на конве 16 каунта ну что хочу сказать это моя первая работа с полной зашивкой на 16 конве вот именно такого размера я точно вам скажу о какого размера когда я делала обзор набора там у меня подробные есть данные но и сегодня я вам тоже расскажу какой размер и какие впечатления у меня были связаны с этой работой я уже вышивала картины размером 30 на 40 на 14 конве с полной зашивкой это были картины чудесные иглы у меня есть такие готовые работы а также у меня есть большая работа 55 на 35 от фирмы riolis но там не полная зашивка белые розы на заводе если вы зайдете в отдельный плейлист готовой работы там вы сможете увидеть все мои работы потому что я как только начала вышивать практически сразу начала вести свой рукодельный канал поэтому и обзоры наборов и отчеты по готовым работам по процессам все есть на моем канале правда в последнее время я не очень активно веду канал потому что у меня есть влоговый канал и ежедневно я снимаю влоги летом мы в основном отдыхаем и я выкладываю влоги на свой канал жили-были но но я так соскучилась по вышивке девочки вот эту неделю я все вышивала и сегодня утром я уже вижу что осталось несколько крестиков я вообще не ложилась спать я до 9 утра вышивала 9 утра я закончила эту работу пошла ее сразу стирать постирала немножечко подсушила поспала два часа и я не могла спать потому что мне горело ее быстренько погладить и отнеси багетную мастерскую я не знаю сегодня попаду ли я в багетную мастерскую потому что тимур занят забрал машину уехал но я сегодня же хотела ее отдать багетную мастерскую на оформление оформляет у нас где-то примерно 2-3 дня и мне очень хотелось бы в конце этого видео показать вам багет какой я выбрал для этой картины мои впечатления о работе вы знаете я просто влюблена в золотое руно насколько хорошая проработка я не могу даже сказать что это самая лучшая проработка потому что есть работы намного крупнее и на 18 конве сидеть у золотого руно есть картины на 18 конве где еще лучше проработаны лица но в принципе и эта работа очень очень достойная я не знаю как бы я вышивала такую картину на конве 18 каунта мне конечно же было бы это тяжело вот потому что эту работу я вышивала несколько лет огромное спасибо я не за такое шикарный подарок эту работу мне подарила я на уже давно ну и собственно и начала я ее вышивать тоже несколько лет назад я не записываю даты когда я начинаю вышивать работы сколько раз я собиралась это сделать но никакой у меня руки не доходят вот вообще но я не думаю что если бы я например сейчас вам сказала что я вышивала эту работу два года вы бы мне поверили нет конечно если я ее начала два года назад и не завершила сразу это означало только то что у меня параллельно было много других процессов но вы сможете посмотреть по каналу сколько работ я вышила между делом пока вышивалась вот эта у меня картина последнее время я вообще была увлечена маленькими работами на пластиковый конве от жар птицы от мп студии ну у меня внучка с удовольствием играет в эти маленькие игрушки ну и собственно мне тоже нравится их вышивать поэтому я не ежедневно вышивала эту картину конечно если бы я вышивала ежедневно тогда бы я записывала просто ради любопытства сколько дней у меня ушло на эту работу но тогда нужно вышивать один процесс один процесс я не вышиваю не потому что мне скучно потому что мне хочется чтобы на канале было какое-то разнообразие на самом деле я могу вышивать один процесс когда я начинала вышивать я именно так и делала я брала одну картину и ее завершала ну а сейчас у меня параллельно еще идут несколько процессов в принципе меня это не утомляет что у меня много процессов наоборот разнообразие единственное что я не могу часто показывать готовые работы а мне хотелось бы их показывать почаще зрители просят показывать почаще но понимаете я получаю наслаждение от самого процесса и когда я беру ту или иную работу вышивать я совершенно не думаю о том какую работу хотят видеть мои зрители потому что вот например я вам сейчас показываю эсмеральду есть зрители которые например ждут отшив леопарда от александра токарева есть зрители которые ждут рябиновые бусы ну то есть за каждый из каждому зрителю полюбилась какая-то определенная картина и естественно они ждут отшив и быстро я его показать не могу потому что у меня несколько процессов и я вышиваю процессы просто по настроению например я сажусь вышивать и вот просто на что у меня упал взгляд у меня рядом стоит корзина где все мои процессы и вот просто на что упал глаз а вот взгляд то я и беру вышивать ну в общем что хочу сказать какие детали я хочу уточнить когда я вышиваю картины вот смотрите я совершенно не обрабатываю край вот край вышивала я не на станке на пяльцах я очень люблю вышивать на небольших пяльцах у меня обычные самые дешевые пяльца конечно же у меня есть станок который постоянно занят какой-то одной работой а в основном я вышиваю на пяльцах то есть станок стоит все это пылится надо уже шить наконец-таки чехол а вышивать люблю на пяльцах и вот самые дешевые пяльца за 30 рублей когда-то я их покупал по 30 рублей а диаметром они 19 половиной сантиметров качество работы абсолютно на качество работы абсолютно не влияет вышиваю я на станке или на пяльцах и вот как видите если вышивать аккуратненько даже несмотря на то что я вышивала несколько лет вот видите весь край очень даже аккуратненький конечно можно было бы все это обработать но поскольку я буду оформлять эти картины я не вижу смысла тратить время на обработку канвы обрабатывать я буду равномерку в тех работах которые я не планирую оформлять не все свои работы я оформляю потому что развешивать все работы на стены даже в большой квартире столько стен у меня не будет у меня часть работ в рулоне когда я хожу навстречу вышивальщиц я беру этот рулон с собой а некоторые работы у меня оформлены вот например эту работу я оформлю в багет и естественно навстречу вышивальщиц я уже эту работу не смогу взять а рулончик я всегда беру с собой независимо от того где мы встречаемся в помещении или в парке этот рулончик очень удобно с собой носить и поэтому я принципиально не оформляю некоторые работы в основном это работы на равномерке вот из последних работ это две работы ботаническая серия вероника женир я их не не буду оформлять и также другие работы из ботанической серии я тоже все закатаю в рулончик и так они и будут у меня храниться ну и сейчас конкретно вот об этой работе хочу рассказать девочки видео снимаю подлиннее рассказываю подробнее потому что видео давно не было а вопросы были я на них сейчас на на все отвечают вот в этой работе была очень большая канва обычно я начинаю вышивать с правого нижнего угла конечно нужно отметить центр и а центр уже рисовать сетку но здесь канва была большая здесь был запас и поэтому я отступила примерно по 5 сантиметров с двух сторон и начала отсюда делать разметку вот здесь вот была узкая полоска я ее только что отрезала на самом деле экономила канву думала вот эта полоска мне пригодится для без корнюшек но она получилась очень узенькая 10 сантиметров и вряд ли она пригодится но на самом деле я решила сэкономить канву и поэтому начала вышивать с правого нижнего угла хотя все работы я начинаю от центра а сейчас как-то производители вкладывают маленькие кусочки канвы иногда прям буквально там 3-5 сантиметров для оформления а бывает что вообще прям впритык там пару сантиметров но старые наборы комплектовались конвой с запасом и вот здесь как раз была канва с запасом канва здесь молочного цвета это не бежевая не кофейная скорее больше похоже на антиквай так киска зачем вы хулиганите скидывает мои пакетики буквально сегодня я купила кусочки равномерки в следующем видео покажу положила рядышком но кошечка моя скидывает по очереди каждый пакетик ну как же без вас любит мама тебя любит девочки когда я в той комнате веду трансляции они возле меня когда я снимаю видео они тоже возле меня поэтому прошу прощения но так так сидеть сидеть спокойно сидеть в общем они активно участвуют всегда в съемках видео у меня на канале очень много трансляции и трансляции длинные в этих трансляциях я отвечаю на вопросы и мне кажется что на все уже вопросы вот по этой работе я ответила если честно даже не знаю уже что они рассказывать кроме моих восторженных впечатлений у меня других нет вы меня спрашиваете буду ли я вышивать многоцветку я приглядывалась искала какую-нибудь многоцветку и кроме как три богатыря от фирмы золотое золотое руно я пока другую многоцветку никакую на не нашла для себя вот для себя как ту которую мне хочется вышивать это будет три богатыря то есть из моих запасов золотого руно но всем остальным придется подождать я не знаю сколько я буду вышивать три богатыря но три богатыря вышивается на 18 канве я купила кому 16 аккаунта у ольги в магазине радуга вышивки очень удобно в оренбурге у нас находится этот магазин я всегда могу взять все что мне нужно мне нужно оплачивать доставку это конечно же очень удобно на три богатыря я уже канву заказала но пока я еще думаю девочки я немножко хочу отдохнуть от большого процесса и хочу повышевать то что давно хотела повышевать раньше времени говорить не буду вы увидите все следующем видео и как раз таки я расскажу для чего я взяла кусочки цветной равномерки разного цвета это будет следующее видео ну а сейчас нужно оформить эту работу как я планирую оформлять эту работу вы знаете мои планы не всегда совпадают с тем что есть багетной мастерской у меня очень хорошая багетная мастерская рядом с домом но там небольшой выбор багета но там очень дешевая цена и очень качественное из выполнение работ поэтому в других мастерских я боюсь оформлять может быть там багет другой но я не знаю какой там мастер еще у нас есть саша который прекрасно оформляет работы но там дерево деревянные рамы и это конечно же для меня дорого я в основном оформляю в пластиковую раму не знаю буду ли я заказывать музейное стекло я узнаю разницу вообще у нас была разница между обычным и багетным стеклом где-то примерно 200 рублей но здесь все-таки побольше работы я не знаю какая будет разница девочки все бисерные работы я оформляю в музейное стекло особенно если есть там стразы а крестиком моя оформляю в обычное стекло все что вышито крестиком но опять же я это делаю в целях экономии поскольку я такой хомяк что я постоянно хочу захомячить мне стыдно об этом говорить но я постоянно хочу в свою коллекцию приобретать новые наборы и постоянно экономлю на оформлении я знаю что многие девочки считают что на оформление экономить не стоит но я не из их числа поэтому может это и плохо но я постоянно экономлю на оформлении но я хочу сюда какую-то широкую раму знаете такую которая висит в художественных галереях на репродукциях картин но это так я в мыслях представляю а что есть в наличии не знаю поэтому фантазировать по этому поводу я не буду я наверное возьму камеру багетную мастерскую и вместе с вами мы там посмотрим что есть что больше всего подходит к этой работе потому что бывает выбор большой но конкретно какой-то работе не все подходит ну что хочу сказать по ниточкам девочки нитки в наборах золотое руно хоть и нарезаны коротковато может быть кому-то они не нравятся мне все нравится если я вышиваю большой фрагмент я бы беру две нити из пасмы а если вышиваю маленький фрагментик несколько крестиков то я беру одну ниточку на самом деле это очень удобно вот если нужно сделать несколько крестиков берешь одну коротенькую ниточку и посмотрите сколько осталось ниток я не знаю сколько ниток сейчас в наборах золотое руно но в старых наборах посмотрите какое огромное количество ниток здесь например какого-то цвета может быть два-три вот таких пучка то есть вот видите под одним номером например вот три номера подряд это все один цвет и представляете я например один пучок или два использовала а целый остался конечно же вот эти нитки я оставлю потому что набор золотое руно я буду менять канву с 18 на 16 и вдруг у меня не хватит ниток если эти цвета пригодятся то эти цвета я использую в наборе если не пригодятся ну может быть оставлю их для каких-то дальнейших процессов потому что я просто влюбилась золотое руно и конечно же я буду дальше вышивать некоторые девочки говорят что вышивать фон в наборах золотое руно им скучно девочки вот в этом наборе мало того что было не скучно даже было сложно вот эти вот ягодки они вышиваются несколькими цветами тоже то есть в каждой ягодке здесь где-то 3-4 цвета и наоборот меня утомляли ягодки и зеленые веточки где часто менялись цвета вот здесь где меньше менялись цвета большими пластами зашивалась мне даже интереснее было вышивать то есть у меня вот есть процессы где там слишком часто меняются цвета а здесь я отдыхала вот когда я вышивала кофту большими цветами то я на вот в этих местах просто отдыхала релаксировала мне очень нравилось вышивала в основном я эту работу в один прокол но если цвета менялись часто то конечно же в два прокола и знаете что интересно коричневые нитки ложились ровно желтые нитки ложились достаточно ровно зеленые ложились хорошо нитки а вот почему-то розовые нитки они очень плохо укладывались в крестики и если приглядываться близко то крестики выглядят неровными и знаете вот эта юбка она как мало того что она на картинке потертая она какая-то получилась вы знаете как эффект старой ткани но даже мы разглядывали а не ко мне приезжала наша оренбургская вышивальщица и мы с ней разглядывали и она тоже обратила внимание почему-то говорит вот эти розовые нитки ложатся не так как другие я тоже это отметила я мучилась когда вышивала вот именно вот этот розовый цвет я не могла понять почему я вышиваю также у меня они не укладываются ровно в крестики нитки вишневого цвета вот и темно-вишневого на ощупь кажутся тоньше чем розовые и даже кое-где видны небольшие просветы в принципе это не критично после стирки все выглядит прекрасно то есть никаких особых дефектов здесь нет за исключением вот этой полосы девочки вот эта полоса знаете как у меня образовалась когда я вышивала по листам то есть я закончила один лист второй лист и вот здесь была четкая грань обычно я перехожу какие-то цвета переходят у меня на другой лист а здесь я вот вышивала прям по листам я не понимаю почему получилась такая граница ну не все конечно ее заметят но я ее вижу и особенно она видна на изнанке кстати вот заодно покажу свою изнанку вот здесь где посмотрите как часто менялись ягодки вот здесь конечно же у меня такое немножечко как ковер плотный а вот здесь вот посмотрите полностью отражается рисунок это конечно же не идеальная изнанка но я считаю достаточно аккуратно изнанка если еще и учитывать что я буду работу оформлять в багет в принципе мне это изнанка такая красивая особо не нужна я не специально старалась ее такую делать ну в принципе такая получалась и вот как раз сейчас ниточку зашила надо отрезать нечаянно сюда зашилась желтая ниточка вот эта граница конечно же мне не очень нравится мне очень нравится но я думаю что если я не буду ее показывать и заострять внимание мало кто заметит ну в общем можете еще раз полюбоваться этой работой и я пойду в багетную мастерскую такая вот получилась красота да что за концерт что за концерт по заявкам а кто разрешал не так то разрешал тебе на картину она постирана поглажена тебя снимать всяIGN как тебя разморила козер яй ай 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 сейчас хочу вам показать сравнение с preview что заявлено у нас на preview и что получилось в готовом виде Как видите, готовая работа ничем не хуже, чем на картинке. Ну и сейчас технические характеристики. Размер работы 43 на 29. 44 цвета использовалась в работе. Дизайн Индиры Есеновой. Я вышивала с ниточками Мадейра на Аиде Цвайгард 16 каунта. Схемку я никогда не зачеркиваю. Иногда местами какие-то фрагменты выделяю, если сбиваюсь. Но вот так нумерую квадратики. Вот так в таком виде у меня родная схема остается. Потом остаток набора я кому-нибудь дарю из-под рук. Но, наверное, вот этот вот наборчик я пока оставлю. По-моему, эта Эсмеральда снята с производства. Я, конечно, могу ошибаться. Может быть, ее уже выпускают. Но вроде этого набора давно я не видела в продаже. Так что пусть пока полежит. Потом, в принципе, видно будет. Но пока ниточки мне все эти пригодятся. Абсолютно никаких сложностей в вышивке этой работы я не заметила. Все вышивается крестом в две нити. Нет ни боксичей, ни полукрестиков, ни крестов в несколько сложений. Я очень люблю вышивать крестом в одну нить. Но и, как видите, здесь ничего подобного нет. Как только я сделала последние крестики, работа уже готова. Конечно, когда нужно вышивать бэкстич, на это еще уходит несколько дней. Но здесь сразу уже работа завершена. Можно идти ее быстренько стирать. Делала разметку я карандашом, маркером, купленным на Алиэкспресс. Я уже очень часто показывала в видео этот маркер. Сейчас доставать не буду. Меня он никогда не подводил. Несколько лет была разметка. Вот здесь были пронумерованы квадраты. Все замочила в холодной воде. И, как видите, вся разметка отошла. А моющими средствами я работу не стирала, потому что не сильно она у меня загрязнилась. Так, киса. Единственное, что мне приходится делать, это иногда валиком чистить все свои работы и одежду. Так, кто наступил? Нет, ну это невозможно. Медом намазано. Девочки, много я разложила. На стол не умещается. Мне приходится на кровать разложить. А кровать всегда занята. Кошмар. Сейчас те, кто животных не очень любит, будут злиться. Ну. Ой, ой, довольны. Вон они тут собрались. Покушаются на мою картину. Все, девочки, сейчас чищу валиком. Прохожусь еще раз валиком и несу в багетную мастерскую. Для вот этих целей нужен рулончик. Вот, но у меня есть рулончик, я там храню свои работы готовые. Вот, а для того, чтобы носить в багетную мастерскую, вот есть такой тубус, да, для чертежей. Можно, конечно, иметь тубус, но нужно наматывать тогда на валик, чтобы не сминалось. Потому что, как ни гладь, все равно сминается. Хотя успевают. Если они только раньше времени не закрыли. Так, а фотку мне сделать темно. Так точно не успеешь, ты. Девочки, я в своей любимой багетной мастерской. Отдельное видео у меня есть. И адрес, там все написано. В общем, сейчас будем выбирать багет. Девочки, хочу какую-нибудь тяжелую массивную раму, такую вот, как в галерее. Вот это, потому что она строгая, но она такой, по цвету сложный глубину дает. Да, цвет хороший, но вот она гладкая, а мне что-нибудь хочется рельефное такое вот. Потому что у меня никуда не подходили вот такие вот рамы, а я их все время хотела. Да, вот это симпатично. Да, 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 да. Вот это мне нравится. Вот это нравится мне рама. Здесь немножечко и дур. Вот это мне нравится. У нее, вот видите, девочки, с такой текстурой здесь, как дерево или камень. Это очень красиво. Потому что это не ярко, надо более сочное что-то. Давайте вот эту оставим. Стекло обычное делаем? А, давайте посчитаем, сколько стоит музейное и сколько обычное, какая разница будет. Девочки, вот у меня так вот, если у меня глаз упал на эту раму, то дальше я, бывает, это не выбираю. Потому что потом уже глаза разбегаются и уже ничего в итоге не выберешь. Вот это тоже очень красивая. Вот здесь черный. Черный. А мне хочется с золотом. Дело в том, что ни к одной моей работе не подходила вот такая вот какая-то витиеватая рама. А мне вот именно хочется какую-то такую. Мне кажется, здесь много золота. Вот это и все золото. Учитывайте, что вертикально будет висеть. Ну вот да, я не всегда могу, конечно, приставить, что в готовом будет. Так, ага. Ну ничего, да. Ну а если можно вот эту еще отдельно так привожу. Девочки, музейное стекло вот на такой размер, на тысячу рублей, выходит дороже. Я обычное заказала. На бисер я на стразы делаю музейное, а сюда обычное. В принципе, у меня дома все картины под обычным стеклом. Девочки, мы так торопились в багетную мастерскую. Я думала, мы не успеем. Прям в любом бежали. Вы знаете, прям какое-то событие века. Я завершила картину, надо срочно оформить. Смотрела видео у Маринки Про, где она завершила свой анимон. Вот у меня такое же сегодня было событие. Нужно было срочно успеть. Так, что-то Тимур здесь купил, но это уже будет на канале Жили-были. Я думала, не успеем. Думала, у меня инфаркт Микарда будет. Ну что, оформила я Эсмеральду. Вот такой выбрала багет. Мой выбор остановился на двух видах багета. Одна рама была вся полностью золота. Ближе такой цвет был к бронзе. И вот такая вот была рама. Вот такой багет. Но, в принципе, не всегда у нас в багетной мастерской есть именно тот багет, который задуман. Вот, допустим, когда я завершила картину, я представляю совершенно другое оформление. Но приходишь и по факту выбираешь из того, что есть в наличии. Ну и вот я остановила свой выбор на двух разных вариантах. Но посчитала, что, на мой взгляд, этот будет более уместен. Сразу, девочки, скажу, дистанционное оформление не для меня. Через интернет я не буду оформлять картины. Потому что я люблю сам процесс подбора багета. То есть по картинкам, по видео. Я не всегда могу представить, что будет в конечном итоге. Я хочу видеть своими глазами. Ну и люблю я этот процесс, поход в багетную мастерскую и выбор багета. Ну да, в нашей недорогой багетной мастерской выбор невелик. Есть другие мастерские, намного дороже. Но я привыкла здесь, рядом с домом, оформлять более бюджетный такой вариант. Это пластиковые рамы. Но сделано как имитация дерева. Хотя мне кажется, что это больше имитация камня. Но почему мне эта рама больше понравилась, чем полностью золотая или полностью бронзовая? Когда я пришла в багетную мастерскую, я сразу сказала, хочу раму широкую, большую, как в картинах-галереях. Но, конечно же, слишком большая, широкая, золотая или бронзовая рама, она забьет саму картину. То есть рама не должна быть краше, чем сама картина. Картина все-таки должна выходить на первый план. И не люблю я картины с паспарту. Я, конечно же, оформляю картины с паспарту, если это необходимо, если другого варианта нет. Но почему я редко выбираю паспарту? Потому что, когда в большом зале висят картины, или они так редко висят на стене, то, конечно, с паспарту они смотрятся хорошо, но занимают много места. Но для того, чтобы экономить место в квартире, чтобы развесить все картины, они не уместятся, если все картины будут оформлены у меня с паспарту. Поэтому я выбираю широкую раму. Очень люблю рамы двойные. То есть бывает рама вот в серединке одного цвета, по краю, например, золота. И я такую раму хотела, но не было в наличии рам. Но, в принципе, это мне тоже очень-очень понравилось. Мне нравится, что здесь золотая резная каемочка. Если честно, я люблю золотые рамы. Очень люблю, когда всякие завитушки. Но не всегда они уместны, эти завитушки. Но здесь как раз смотрятся как украшение очень красиво. Конечно, на вкус, на цвет, как говорится, все фломастеры разные. Кому-то понравится, кому-то нет. Но на мой вкус мне нравится. Я очень довольна. И еще за такую бюджетную цену. Очень хорошая у нас натяжка. Работы все натягивают ровненько. Сколько картин я оформила, у меня никогда не было нареканий к этой багетной мастерской. Оформление под стекло – это обязательное условие для Оренбурга. Кто здесь жил, знает прекрасно. Это ветер, пыль. Поэтому стирать часто картины, снимать их, вытаскивать из рамы – это удовольствие не для слабонерванных. Ну и при частой стирке понятно, что потом будут ниточки выцветать. Они уже не будут выглядеть такими яркими. Ну и сейчас хочу поподробнее остановиться на самой разработке золотого руно. Хочу немножечко прокомментировать их схемы. Поскольку это первая большая завершенная работа от золотого руно. Ну, относительно большая. Если сравнивать три богатыря или сравнивать многоцветки, конечно же, это размер небольшой. Но вышивалась на 16-й конве. Собственно, для меня это большая была работа. Мне понравилось вышивать большие масштабные работы. Хоть я и вышивала ее долго, потому что параллельно у меня были другие процессы. Я очень люблю отвлекаться на маленькие процессики. Но схема меня нисколечко не утомляла. Если бы у меня была одна работа, вот я бы ее одну вышивала. Здесь такие яркие краски. Я вполне могла бы, не отрываясь, вышить эту работу. А схемы золотого руно на первый взгляд только кажутся сложными. Но когда начинаешь вышивать, глаз привыкает. И уже потом все идет как по маслу. Вообще, конечно, смотря с чем сравнивать. Разработка золотого руно мне очень понравилась. Но сейчас я хочу попробовать многоцветку. Хочется попробовать что-то для себя новое. То, чего я еще не пробовала. Конечно же, если учесть, что в многоцветках 200 цветов и плюс еще бленды, там бывает и более 200. И сравнить золотое руно, где гораздо меньше цветов и меньше размер картины, некоторым вышивальщицам кажутся разработки примитивные. Но если учесть количество цветов и размер картины, я считаю, у золотого руно прекрасные разработки по доступной цене. Ниточки здесь Мадейра, они не дешевые. Канва Цвайгард, очень хорошие материалы. В общем, я считаю, фирма золотое руно на 5 с плюсом выполняет свою работу и разрабатывает схемы. Конечно, те, кто вышивает многоцветки, не очень довольны этими резкими переходами. Большие пласты вышиваются одним цветом. Но это и понятно, если учесть количество цветов. Чем больше цветов, тем больше подчеркнуты детали. Чем больше одиночных крестиков, тем реалистичнее выглядит картина. Конечно, у золотого руно видно, что переходы кое-где резкие, цветовые пятна большие. Но в этой ценовой категории картины вполне оправданы. Я считаю, что разработки очень хорошие. Но все-таки хочу сравнить, вышить многоцветку, чтобы потом в итоге повесить две картины рядом и своими глазами на это посмотреть и сравнить. Конечно же, сравнивать через интернет очень-очень сложно. Но я не знаю, на сколько лет будет рассчитан мой большой процесс. Вообще годы меня не пугают, потому что я вышиваю уже более пяти лет. И если сплюсовать все мои крестики, вышитые за пять лет, наверное, это и будет одна большая многоцветка. Я, собственно, думаю так. Поэтому некоторые считают, что если я начну многоцветку, то я буду день и ночь строчить, как швейная машинка. Нет, девочки, я также буду вышивать, как и вышивала эту эсмеральду с перерывами. Буду брать маленькие процессики, чтобы это не было напряжно. Вот, собственно, как эта эсмеральда у меня между делом вышилась, точно так же я планирую вышивать многоцветку. Много споров по поводу этой картины. Кто вышивает многоцветки, говорят, что не очень нравится, примитивненько выглядит. Ну, а девочки, кто вышивает маленькие работы, считают эту картину масштабной. Поэтому, девчонки, все познается в сравнении. Лично я работы очень довольна. Мне она нравится. Эта картина, несомненно, будет в моей коллекции. Я ее никому дарить не буду, потому что это первая моя картина от Золотого Руно. Я еще вышиваю рыжего кота, но девочки, рыжий кот вышиваются намного сложнее. Там все цвета рыжие, вот там действительно много одиночек, и очень сложно вышиваются ветки и снег. Я сейчас не могу вам показать. У меня все в коробках. Уже переехало все в новую квартиру. Поэтому посмотрите в старых видео, там в процессах есть рыжий кот. Если вам интересно, вы поймете, о какой картине я говорю. Вот там вышивается гораздо сложнее. А вот эта картина Эсмеральда, она вышивалась очень легко. Поэтому, если хотите попробовать, то ничего сложного здесь нет. Самое сложное было это ягодки и бусы вышивать. Потому что там было много одиночек. Каждую ягодку нужно было закреплять отдельно. Конечно, кое-где я делала перетяжки, но все-таки длинные перетяжки я не делаю. Ну, ниток у Золотого Руно много. Рассчитано, по-моему, на перетяжки и на большие хвостики. Поэтому можно смело вышивать. Не бойтесь, у Золотого Руно всегда нитки с хорошим запасом. Собственно, ниточки я оставлю. Я уже говорила, потому что буду вышивать другие процессы от Золотого Руно. Хочу поменять у трех богатырей 18-й каунт на 16-й. 18-й мне сложно вышивать. И как раз вот эти ниточки, которые остались от Асмеральда, может быть, они подойдут еще туда, в Золотое Руно. Хотя девчонки меняли каунт на 16-й и говорят, что все равно ниток хватает. Поэтому Золотое Руно все равно будет в моих любимчиках. Собственно, я и Чудесную Иглу люблю, и Пану люблю, но и Золотое Руно теперь я люблю не меньше. Поэтому, девочки, пробуйте, дерзайте, у вас все получится. С вами была Инесса. Подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайки. Всем желаю удачи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok